Салям Казахстан! Сегодня у нас 3 декабря. Позавчера у нас был день первого президента, день Ельбасе. Смешной праздник, день борьбы со СПИДом. Назарбаев сам себя потроллил, не ведая о таком смешном фоне. И вот сегодня я хотел бы наконец-то поговорить о некоторых страницах истории Казахстана, о которых почему-то историки не говорят вообще. Давайте вспомним некоторые детали, которые не бросаются в глаза. Я напомню, 1990 год. В 90-м году, примерно за полтора года до падения, до распада Советского Союза, Горбачев вводит должность президента, президента Советского Союза, президента СССР. И что происходит на этом фоне в 15 республиках Советского Союза? Позже, когда уже Советский Союз распался и появились президенты даже в автономных республиках Российской Федерации, Путин очень сильно испугался того, что в республиках есть свои президенты. И он приказал своему парламенту, карманному парламенту, запретить законом именоваться высшим должностным лицем в республиках таким священным словом, как президент. А что происходило при Горбачеве? Я вам напомню некоторые даты. Значит, 15 марта 1990 года создается впервые должность президента Советского Союза. Запомните дату. 15 марта. Не проходит и одного месяца, практически через две, две с половиной недели один наглый президент, один наглый первый секретарь, им оказался, конечно, Ислам Каримов. О его характере мы сейчас и поговорим, и посмотрим, что происходило с Назарбаевым. 15 марта учреждается должность президента Советского Союза. Ислам Каримов учреждает должность президента 24 марта через 9 дней. Через 9 дней. Даже меньше, чем через две недели. В это время парламента в Казахстане не существует. Иначе бы президент Назарбаев поступил бы по-другому. Просто физически в этот момент парламент ушел, избрался новый парламент, и он еще не пришел со всех избирательных округов в здание парламента, в здание Верховного Совета Казахской ССР в Алмате. Все знают Старую площадь, все знают пересечения улиц Аблайхана и Толиби. Тогда это была коммунистическая и улица Комсомольская. И вот на этом пересечении депутаты собрались только 24 апреля. Может быть, они собрались бы раньше, может быть, это Назарбаев их оттянул, остановил их прибытие. Потому что 24 апреля, в тот день, когда собрались депутаты, и они еще не успели познакомиться, Назарбаев зашел на трибуну и их огорошил. Вот закон о президентке. Во-первых, он сам себя избрал председателем Верховного Совета. Сам возглавил парламент и как председатель парламента навязал повестку дня. Первым вопросом был избран президент Назарбаев безальтернативно. Он не позволил никому ему мешать, затягивать вопрос с выборами председателя парламента. А потом произошло повестки номер два, повестка дня, пункт номер два, это вопрос о законе о президенте. Как принимаются законы? Ну, примерно вы знаете, да? Здесь существует первое чтение, существует второе чтение, иногда существует третье чтение. Президент Назарбаев знает об этом, и вы знаете об этом. И знаете, что перед тем, как законопроект выходит на пленарное заседание парламента, всего парламента, сперва избираются комитеты, где будут обсуждаться непосредственно законы. И после того, как обсуждается он в комитетах законопроект, и после того, как комитет парламентский одобряет его, он выходит на пленарное заседание. Но Назарбаев очень сильно торопится. У него такое же отношение к парламенту, как и у Ислама Каримова. Ислам Каримов точно так же наплевал на создание комитетов, наплевал на первое-второе чтение и продавил, вызвал к себе и сказал, сейчас на пленарное заседание выйдите и примите этот закон, во что бы то ни стало. А кто будет голосовать против, того за шкирку вытащу и выгоню из парламента и посажу в тюрьму. Найду уголовное дело, найду повод. И 24 апреля не успели просохнуть чернила от того, что избрали только что председателем парламента Назарбаева, вводится без всякого обсуждения и принимается закон о президенте. Следующий закон о выборах президента. Тут же не надо отходить от кассы, прямо сегодня мы выбираем президента. Прямо сегодня дальше пошли. Никаких выборов, никакой альтернативы. У Лжаса Сулейменов, который только хотел заикнуться, его сразу Назарбаев одергивает и уговаривает снять свою кандидатуру. И так в этот же час до вечера президентом становится Назарбаев. Хотя утром не было вообще даже такой должности. Утром не было парламента вообще. не было того органа, который мог издавать закон. И вот в этих условиях 24 апреля, в первый день заседания парламента, люди еще не успели познакомиться, люди еще не успели высказать свое мнение, людям не дали выговориться, не дали возможности выйти в парламент, сказать, вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Вот таким образом появилась должность президента. И в тот же день был избран Назарбаев. Назарбаев просидел, получается, в должности председателя Верховного Совета, председателя парламента пару часов. Это самое короткое председательство в парламенте не только в Казахстане, но и во всем мире. Дальше пошли, посмотрим, что происходило во всех других республиках. Следующим президентом принял такую должность республика Молдова. Тогда это была Молдавская СССР. Это случилось, представляете, 24 апреля Назарбаев принимает, проходит май, июнь, июль, август, и 3 сентября Молдавия принимает закон о введении президентства. Через месяц, через два месяца Туркмения принимает этот закон, 27 октября. И в тот же день, 27 октября, принимает президентство, закон о президентстве Киргизия. Через месяц, 30 ноября, принимает Таджикистан. 5 июля, через год, сразу после, практически за месяц до пуча ГКЧП, принимает Украина. Азербайджан принимает сразу после пуча 30 августа 1991 года. Через пару месяцев, 11 ноября 1991 года, принимает Армения. Грузия принимает тоже в 1991 году. Литва в ноябре 1992 года. Лохи, Лохи по сравнению с Назарбаевым. Эстония тоже в 1992 году. Латвия принимает в 1993, это супер Лохи, 5 июля. Белоруссия принимает самое последнее. В 1994 году, 10 июля. Ну можете себе представить, Лукашенко и принимает очень поздно. Но дело в том, что Лукашенко тогда не был президентом, тогда был Шушкевич. Шушкевич оказался самым последним лохом на фоне Назарбаева. Назарбаев оказался красавчиком, который что сделал с Исламом Каримовым? Как только появилась маленькая щель ухватиться за власть, рука сразу потянулась автоматом, как у ковбоя, который автоматически берет револьвер, сразу схватил за мешок золото. А на Горбачев даже не успел ахнуть. Горбачев не успел даже сказать, сделать запрет, вы что? Они, понимая вот эту ситуацию, вот так с Исламом Каримовым поступили. И вот это двойное братство Ислама Каримова и Назарбаева Узбекистана и Казахстана, двух центрально-азиатских маленьких дракончика, коррупционных дракончика, она потом будет дальше и дальше играть свою роль. Я хотел бы напомнить, началось их братство раньше, они вместе практически в один день были избраны первым сектором. Напомню даты. Назарбаев был избран 22 июня 89-го года на заседании, практически перед этим было решение Политбюро. 22 июня 89-го года случился пленум ЦК Компартии Казахстана, туда приехали посланцы Горбачева с Политбюро, и эти же посланцы поехали, вылетели из Алматы в Ташкент, чтобы провести следующий пленум уже ЦК Компартии Узбекистана, и там был представлен и, конечно же, избран Ислам Каримов. Именно из-за того, что это была одна единственная единая бригада московская секретарей, членов Политбюро, поэтому в Ташкенте и в Алмате не был проведен в один день пленум ЦК. Московская бригада поработала в Алмате, утвердила Назарбаеву, поехала в Ташкент, утвердила на следующий день, как только приехала в Ташкенте другого председателя, другого первого сестра. Вот таким образом Ислам Каримов и Назарбаев невольно породнились. Следующий очень важный момент я бы хотел сказать. Помните, была такая ситуация, когда был референдум за сохранение Советского Союза. Так вот, Казахстан и Узбекистан, как и многие другие Центрально-Азиатские республики, они приняли решение, конечно же, под административным давлением своих первых старей, которые держали в узде всю власть. Все эти республики и Казахстан проголосовали за сохранение Советского Союза и точно так же проголосовали дружно за распад Советского Союза, когда пришло время, когда они почувствовали власть в своих руках, что можно уйти от Москвы. И это случилось после Пуча. Точно так же единогласно практически эти республики вышли из Советского Союза. Я вот хочу сказать еще какой момент. Какая есть параллель между Исламом Каримов и Назарбаевым? Об этом мало говорят, может быть, потому что у историков мало было сравнительного анализа. Вот я вам этот сравнительный анализ показываю. Обратите внимание на даты. Опять просто чудовищная какая-то параллель. 26 марта 95 года Ислам Каримов через референдум продлевает свои президентские полномочия до 2000 года. точно такая же формулировка уже в Казахстане в том же 95 году через месяц с опозданием, как всегда, на один месяц 29 апреля после того, как разогнали парламент. Мы знаем, что благодаря Татьяне Квятуковской Конституционный суд Казахстана принял решение о неконституционности существования парламента Верховного Совета по-моему 13 созыва. И вот после этого разгона, когда депутаты Голдовку объявляли, Улжас Сулейменов вроде бы ерепенился, показывал свой характер, но тут же сдулся, сломался как спичка, улетел срочно послом в Италию вот так у нас сдувается оппозиция и по сути все вот эти сдувы в оппозиции начались вот с Улжаса Сулейменовым. Напомню опять раз, еще раз, Каримов проводит референдум о продлении своих президентских полномочий 26 марта, через месяц Назарбаев 29 апреля проводит такой же референдум о продлении президентских полномочий тоже до 2000 года, прям под копирку. Очень интересно. Следующий очень важный момент, параллель просто, была просто гонка. И когда мы говорим про Назарбаева, мы иногда не можем понять мотивы, почему он сделал, почему он сделал именно сейчас и так далее. А когда мы видим, что более смелый, более наглый Ислам Каримов начинает эти вещи делать, мы начинаем понимать, ага, Назарбаев, он более робкий, более осторожный, мы все это понимаем, мы все это знаем. про Ислама Каримова в Казахстане слабо знает. И я бы хотел привести такой маленький пример. Вот я же вам сказал, что их обоих утвердили в одной должности первой республики цикл республики до и потом утвердили уже на пленуме практически в один день 22 и 23 июня 89 года. А до этого был пленум, до этого было заседание политбюро, как всегда секретное политбюро ЦК и ПСС в Москве в Ореховом зале. Что происходило там? Значит, когда утверждали должность Ислама Каримова, об этом вышли мемуары ответственного работника аппарата ЦК Компартии Советского Союза, и мы об этом только из этих мемуаров узнаем, где эти детали, произошла очень необычная история. Вот, представьте себе, огромный зал, длинный стол, зеленое сукно, сидят члены политбюро, их примерно человек 12, по обе стороны за столом, чуть подальше. Сидят кандидаты в члены политбюро, и там дальше напротив Горбачева, который сидит с той стороны, там в зале сидят аппарат ЦК, который необходим для того, чтобы какие-то справки сказать, ответить на вопросы, помочь обсуждению и так далее. И там среди прочих сидит Ислам Каримов. И тот самый мемуарист, который все это поведал, на чьих глазах все это происходило. Обсуждается вопрос, пункт о кандидатуре, которую должны утвердить на должности первой сетряции ЦК Компартии Узбекистана. Ну, естественно, потом в Ташкенте пленум ЦК Компартии Узбекистана, это просто как нотариус поставит печать, а Добрямс проголосует и никаких гвоздей. Решение принимается важнейшее именно вот в этом зале, зале Политбюро. И возникает вопрос. Один из членов Политбюро начинает поднимать вопрос, что у Ислама Каримова отец сидел в тюрьме сидел в тюрьме в Сибири как раз в сталинские репрессии. Выжил, потом вернулся, но сидел уголовник. И в связи с советскими традициями вы знаете, что даже участковым милиционером нельзя было быть, если у тебя родственник, не то, что отец, дальний родственник у тебя, уголовник, а тем более враг народа. И возникает вот такая неловкая ситуация обсуждения вот этой черного пятнышка, который даже не связан с судьбой самого Ислама Каримова. И тут вдруг грохот. Все поворачиваются в тот как бы зрительский зал, где сидят люди вспомогательного персонала, там был опрокинут стул. Кто-то встал резко и стул из-под него упал. Выясняется, что это Ислам Каримов. И он в полголоса, но громко, внятно говорит, если вопрос сырой, то я, наверное, не нужен. и молча идет, направляется к двери и выходит без всякого разрешения и захлопывает дверь. Он спускается, садится в машину и едет прямо в аэропорт. Едет в Домодедово, садится в самолет и улетает. Прилетает в Ташкент, к нему подбегает офицер фельдслужбы, протягивает ему правительственную телеграмму под роспись, а в ней написано «Вы утверждены в должность первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана». Вот какой характер был. Ну, в натуре диктаторский, такой пиночетовский, решительный характер. Но он о чем говорит? Он не лебезил, как Назарбаев. И вот для Назарбаева очень важно было наличие такого персонажа, который делал бы прецеденты, а он был бы всегда рядом. Вы посмотрите по цепочке 15 людей, 15 республик, кто как реагировал. Вслед за Назарбаевым прецедент пошел месяцев через 4-5. Так? А ему самому нужно было один месяц и то. Он это сделал сразу же в первый день, как парламент собрался. До этого, примерно в январе-феврале месяца, выборы только закончились, и через месяц собрались, и он тут же сразу же принимает закон о введении президентских полномочий, и сам себе эти полномочия ложит на погоны. Но он бы это не осмелился сделать, если бы у него не было бы прецедента ислама Каримова. И когда случился референдум о продлении полномочий, что такое референдум о продлении полномочий? Это означает, что президент Ислам Каримов боится выборов, боится альтернативного кандидата, и людям придется выбирать. И того же боялся Назарбаев. И вот в этих условиях такая ситуация произошла. Теперь дальше посмотрите. Наступает еще чуть позже в строк. Одновременно, одновременно, помните, после ГКЧП все самораспускали свои коммунистические партии, потому что они очень сильно мешали. При всей критике Компартии для диктатора эти Компартии были поперек горла. Еще и почему? Потому что когда ты президент, решение принимаешь только ты один. И ты ни с кем не нужен советоваться. Весь мир может быть против тебя, весь народ может быть против тебя, но ты по закону имеешь право делать все, что хочешь. А партии это когда ты сидишь пусть первым старем, но один из секретарей. Ты член бюро ЦК, но ты лишь один из членов бюро. А там сидит 15 человек и ты должен с ними спорить, доказывать что-то, а ему этого не хочется делать. И он воспользоваться ситуацией, он сразу уходит из партии. Смотрите, какое совпадение даты. Ислам Каримов 14 сентября 1991 года уходит из Компартии и ее распускает. Назарбаев 28 августа выходит из членов КПСС, а через неделю 7 сентября 1991 года Коммунщицкая партия Казахстана собирается на своем съезде и принимает решение о своем самороспуске и передаче всего имущества в госбюджет. 14 сентября через неделю тут уже Ислам Каримов опаздывает и повторяет шаги Назарбаева. Через неделю Ислам Каримов распускает Компартию Узбекистана. Вот такая была гонка, соревнования, о которой мы не знали, о которой мы не догадывались, о которой мы проходили мимо глаз, но мы не могли вот эти все пазлы в этой мозаике соединить и увидеть, что они оказываются из одного ряда. Они смотрели друг на друга и проваливались. Потом еще дальше очень интересный момент. Почти одновременно Назарбаев и Ислам Каримов принимают конституционные изменения, согласно которому президентская должность увеличивается до 7 лет и в Узбекистане и в Казахстане. Естественно, Назарбаеву, Исламу Каримову не нужна была вот эта ситуация, когда нужно там через короткий промежуток времени выходить на выборы, кому-то что-то доказывать, фальсифицировать, суетиться, договариваться с этими избиркомами, платить какие-то взятки, какие-то бабки. Вот на 7 лет продлил и спокойно может быть в твоей жизни произойдут всего 2-3 выбора по 7 лет и все. Вот такая ситуация была интересная и можно сказать, это просто какая-то изумительная многие моменты очень важные, очень интересные, которые историкам еще предстоит узнать, когда мы доберемся после революции до архивов секретных, когда мы вскроем архивы КНБ, архивы президента, архивы ЦК КПСС, ЦК Компартии Казахстана, когда мы все вот эти архивы вытащим и историки, и мы сами начнем листать все вот эти моменты, мы еще очень много что интересного найдем. Но и сегодня по открытым источникам, а я как раз на этом специализировался, по открытым источникам между строк в газетных публикациях можно очень многое увидеть и услышать. Это вот то, что нам до сих пор не было известно. И я вам это сегодня рассказал. Надеюсь, что зрители в комментариях здесь, в комментариях на Ютубе напишут еще какие-то дополнения к комментариям. Там есть, конечно, еще некоторые моменты. Но это отдельная история, я о них хотел бы рассказать отдельно. Рахмед вам за внимание. Вдруг. Спасибо. Продолжение следует...